Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книги «Исход 2.2», сообразуя этот текст с книгой «Бытия 1.4», мы зададимся вопросом. Но для каждой матери ее ребенок очень красив. О чем тогда это, что мы прочитаем в «Исход 2.2»? И мы читаем книгу «Исход 2.2» со 2 по 4 стих. «Жена, то есть мать Моисея, жена Амрама, отца Моисея, зачала и родила сына, и, видя, что он красив, буквально хорош, скрывала его три месяца. Но, не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет». Вот здесь не очень понятна вот эта фраза «Жена зачала, родила сына и увидела, что он красив, ну, буквально хорош». Но для каждой матери, ее младенец, который вот рождается с таким сморщенным личиком, он и хорош, и красив. Как же понять тогда эти слова? Какая мать не любит своего ребенка? Даже те женщины, которые отказываются от своих детей, они об этом знают, они после родов ни в коем случае не стараются брать в руку ребенка, потому что если она его увидит, все, она не сможет от него уже как-то оторваться, и ужасный план бросить ребенка будет разрушен. Это общеизвестный факт. Но о чем это говорит на самом деле? Что значит? Он очень красив, он красив, он хорош. Где еще мы можем встретить подобное словосочетание? Есть такое правило, экзогетическое, очень древнее, что если нам что-то непонятно в Священном Писании, ну, например, мы рассуждаем о какой-то вещи или о каком-то действии, и нам непонятно, как к этому относиться, тогда мы должны посмотреть, где в Писании впервые говорится об этой вещи или об этом действии, или о подобном событии. Например, в Писании можно найти такие слова «Вино веселит сердце человека». И это действительно так, когда человеку тоскливо, одиноко, он хочет как-то расслабиться, и он покупает хорошее вино, ну, конечно, не то, что в магазинах продают, это какая-то химическая война против россиян, а какой-нибудь домашний, настоящий, и вместе с супругой, там, по стаканчику, там, два, но не больше. Вино веселит сердце человека. Но в то же время в Библии есть упоминания о вине, очень даже негативные. Сказано «пей, но не упивайся», или в книге «Притч» сказано «не смотри на вино, как оно ухаживается». То есть, когда вот только наливается вино, свежая, там, пеночка вот эта, она так усаживается, как змея укущит тебя это вино. И человек иногда хочет понять, а как к этому явлению относиться, если можно найти как бы и за, и против. И в таком случае предлагается человеку вот это правило. «Посмотри, где впервые, и при каких обстоятельствах, и с какой краской, положительной или отрицательной, встречается это же явление». Тогда ты поймешь, как надо вести брань с этим явлением, или, может быть, надо его одобрить. А если говорить о вине, то первое упоминание о вине – это жизнь после потопа, когда Ной вышел из ковчега со своим семейством. Они насадили виноград, Ной насадил виноград, собрал урожай и сделал вино. Есть даже такая точка зрения, что Ной просто насадил виноград, речь о вине не шла. Но есть другая точка зрения, что во время потопа Ной спасал вот эти саженцы винограда, потому что он очень любил. Сами понимаете, что некоторые экзегеты называли Ноя несовершенным праведником. И вот он изготовил вина, упился, разделся догола и лежал в шатре на посмешище своему сыну Хаму и его сыну Ханаану. И его сын, и его внук смеялись над его наготове. Таким образом, явление, которое по-разному описывается в Библии, мы знаем чудо в Кане Галилейской, когда Господь превратил воду в вино, это было отличное вино. Но первое упоминание показывает нам ту опасность, которую мы можем не рассмотреть, чем все это может кончиться. Но вернемся к младенцу, о котором мать говорит. Матери показалось, она увидела, что он очень хорош, очень красив. Теперь мы смотрим в Библию, где встречается вот это, что что-то, оно очень хорошо. Хорошо. Это книга «Бытия», 1.4. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». И теперь комментарий к тому, что мы прочитали. «Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, буквально хорош, скрывала его три месяца». А как это связано? Он хороший, его скрывают. Чтобы не сглазили, что ли? Ну, понятно, там от солдат фараона, вообще-то. очень хорош свет исходил от него. От этого ребенка исходил свет. Потому что впервые вот эта фраза, это выражение «красив, хорош» встречается тогда, когда говорится о свете. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И теперь надо было этого младенца сияющего отделить от тьмы египетского язычества, чтобы эти воины, язычники его не погубили. Таким образом мы видим, как мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы не очень можем понять, о чем это. Но мы применяем некие правила экзогетические и начинаем понимать, в чем дело. А в младенце трудно смотреть, будет ли он у нас красивеньким или немножко не очень. Но для родителей он все равно будет красотуля, это очевидно. Любой младенец, и девочка, и мальчик, это лучше. этого ничего нету в семейной жизни. Это тот цемент, который соединяет мужчину и женщину, именно дети. И это счастье, это Божье благословение. Но здесь мы с вами сегодня разобрались, о чем идет речь, и поняли, что произошло некое чудо, и результатом его мать этого ребенка, она поняла, что это не просто так. Вот у нее родился ребенок, Бог отметил его неким вот таким знаком, свет виден в нем, и это означало, что какая-то миссия для него предстоит. Подписывайтесь на библейский портал X-GET, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok